Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня мы с вами, как обычно, поговорим о необычных вещах и отправимся вот в такое интересное место. Это город мертвых, город Даргавс. Вот здесь он у нас располагается. Можем посмотреть, как выглядит все это со спутником. Ну и, конечно же, более точно, более четко посмотрим все вот эти строения, которые здесь есть, непосредственно по фотографиям. Ну а я, как обычно, чуть-чуть расскажу о истории этого места и что оно вообще из себя представляет. Так вот, город мертвых, также Даргавский склеповый могильник, это комплекс так называемых наземных или полуподземных склепов. Эти сооружения были построены, то есть начало постройки их соответствует 14 веку, ну а последнее захоронение здесь было где-то в 18 веке. Почему такое название имеет? Так как расположено у селения Даргавс. Да, расположено в Северной Осетии. Это самый крупный комплекс на Северном Кавказе подобного типа. Вот первое научное описание города мертвых было сделано еще в 1920 году исследователем Увара. Данный комплекс состоит из 95 сооружений, сложенных из грубо обработанных трупных камней, ну с использованием известкового раствора. Внешние стены вот этих вот каменных сооружений оштукатурены обычно. Все склепы делятся на две большие группы, полуподземные и надземные башенного типа. Ну вот мы видим вот эти вот башенки. Что касается полуподземных склепов, то они обладают достаточной такой вместительностью. Внутренняя камера до 8 метров в длину. Внутри обустраивался дощачатый погребальный настил с небольшим уклоном в сторону лаза, ну или так называемого окна. Изредка встречаются двухъярусные полуподземные склепы, крыша обыкновенная, плоская. Что касается склепов башенного типа, они многоярусные, с деревянными перекрытиями, опирающимися на упоры, встроенные в вкладку. В некоторых таких склепах обустроено несколько лазов на разной высоте для доступа на разные уровни. Обычно по одному лазу. Крыша двухскатная или четырехскатная с множеством выступающих сланцевых палочек, увенчана коническими усеченными на вершине. Вот благодаря такой многоярусности склепов и многослойности захоронений в большом по площади комплексе, ну на самом деле небольшой по площади, покоится около 10 тысяч человек. Представляете, вот на этой территории находится около 10 тысяч человек захоронено. Конечно же это огромное количество людей, ну и на протяжении, как мы с вами уже сказали, нескольких веков продолжалось это все захоронение. Здесь же недалеко от города есть вот такая вот башня. А вот так этот город мертвых смотрится непосредственно с этой башней. Да, кстати говоря, могильник застроен хаотично, без планировки. Здания достраивались по мере необходимости рядом с ранее построенными склепами, оставляя место для прохода между ними всего лишь навсего. Нет единообразия и в ориентировке фасадов, хотя лазы обычно обустраивались в сторону сооружения, на которые падал солнечный свет. То есть это восточная сторона, либо южная сторона, либо западная сторона. Лазы склепов обычно закрывались деревянной дверцей, либо подходящим камнем, чтобы не допустить проникновения внутрь влаги, ну избытков влаги, скажем так, и животных, конечно же. При этом остается тайной устройство засова с внутренним запором на дверцы. Так вот, сохранились следы от этого устройства в каменной кладке, но сами дверцы, к сожалению, не сохранили. Изначально все вот эти захоронения были открыты, без гробов, трупы покойного вносили через лаз, оставляли на деревянном настиле, либо поверх ранее оставленных тел, мужские и женские тела размещались вместе. Такие захоронения преобладают, в принципе, в... Далее на смену открытым захоронениям пришли захоронения в ладьевых колодах, распространенные в позднем Средневековье. Также и у сванов, и у ингушей в том числе. Что касается захоронений вот в этих вот колодах деревянных, ну, сложно сказать, сейчас оттуда взялась уже эта мода именно в Средневековье так хранить. Ну, возможно, так как это, в принципе, везде было, на многих территориях. Ну и плюс еще фиксировался тот факт, что на Западном Кавказе покойников хоронили даже на деревьях. Также в городе мертвых есть и более поздние захоронения в деревянных гробах. Непосредственно собранные такие гробы были из досок в шип без применения каких-либо гвоздей. А вот что касается двух полуподземных склепов, это склепы под номером 56 и 73, были обнаружены захоронения в каменных ящиках, обыкновенно не встречающихся вот внутри склепов. Интересен, друзья мои, тот факт, что нет объяснений толкового, почему именно от захоронений в землю люди перешли в этой местности к захоронению в таких непонятных катакомбах. Как обычно, конечно же, есть определенные теории. Это малоземелье в горах, культ предков определенный, религиозный запрет на предание земле как влияние зооастризма. Возможно, это какое-то определенное социальное расслоение, сложность устройства катакомбных могильников в скалистом грунте. Ну и другие гипотезы всевозможные, которые, ну, может быть, еще более какие-то фантастические, более мистические. Может быть, связано это с тем, что люди были, опять же, больны чем-то, какой-то инфекцией, к примеру, там. Ну и так далее. В общем, еще раз говорю, теорий достаточно много вплоть до... Кстати говоря, захоронения перестали производить вплоть до 19 века. Только вот в 19 веке, в принципе, было, ну, фактически последнее, наверное, там где-то захоронение. Я вначале сказал, что 18 век, но в 19 все-таки нашел, вот еще покопался последним. Да, на самом деле были некоторые подобные захоронения, но они уже... Ну, по поводу фантастической версии, почему люди перешли на вот такие вот захоронения. Да, ну, во-первых, друзья мои, конечно же, я очень хочу, чтобы вы написали в комментариях, каково ваше мнение, почему все-таки стали хоронить в таких вот катакомбах, таких непонятных полуподземных сооружениях. Ну, сама фантастическая версия звучит следующим образом, что некая раса прилетела к местным жителям и сказала, чтобы они захоронение делали именно таким способом, так как вот энергетическая сущность человека в свое время, именно благодаря вот таким сооружениям, сможет перенестись в определенный мир, где ей будет хорошо и спокойно. Ну, вот так называемый, может быть, рай, либо что-то другое. Ну, это чисто фантастическая или такая мистическая теория происхождения, почему люди стали захоранивать в таких катакомбах своих умерших. Ну, мы можем с вами увидеть, что здесь неподалеку вот это вот село или бы поселок какой-то, он существует до сих пор. Вот здесь такая изгородь идет, непонятно, и зачем отгородили. Ну, может быть, это для животных. Но определенные захоронения производятся и по сегодняшний день. Ну, а на этом я буду заканчивать свой такой сегодняшний необычный небольшой видеоролик. Всем огромное спасибо, кто досмотрел его до конца. Пишите обязательно комментарии по всему тому, что вы увидели. Ну, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Впереди у нас будет много чего интересного. Ну, я надеюсь, этот ролик для вас был хотя бы немножко интересен и полезен.